Я приветствую всех на телеканале Беларусь4. Как всегда в это время с вами программа Добрый вечер, Гомель. И вы знаете, завершение этого прекрасного дня, несмотря на то, что вечер у нас выдался дождливый, 7 сентября, я предлагаю в нашей хорошей компании. Как часто, друзья, мы слышим фразы «Удача на дорогах, счастливого пути, зеленого света». И если разобраться, то эта самая удача зависит от каждого участника дорожного движения, то есть от каждого из нас с вами. Так что этим вечером я снова предлагаю вернуться к автомобильной теме и постараться разобраться, из чего же складывается эта самая «Удача на дорогах». Вы, кстати, тоже можете стать участниками нашего эфира. Как всегда, мы работаем в прямом эфире. Ну а вопрос нашей программы звучит следующим образом. Из чего складывается «Удача на дорогах»? Так что звоните к нам. Наш номер телефона, напомню, 34-22-43, ну а также наш Вайбер готов принимать ваши послания, сообщения, приветы и комментарии. Напомню, также его номер 8033-43-22-430. Мы начинаем. Лето незаметно пролетело, и это стало заметно по дорожной обстановке. Увеличилось количество и автомобилей, и мотоциклов, да и пешеходов, к слову сказать, стало также гораздо больше. Ну а продолжить эту тему я хочу с моей гостью и с огромным удовольствием спешу ее пригласить. Тем более, признаюсь честно, давно ждал ее в нашей студии. Начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облсполкома Ольга Резвякова. Сегодня у нас в гостях. Ольга, здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Здравствуйте. Как настроение? Отличное. Ну вот, несмотря на то, что дождливая погода, работы, я так понимаю, у вас хватает и в любой сезон, и в любую пару года, и в любую погоду. Это совершенно правильно. Осень незаметно так вот поступила, хотя я пытаюсь шутить, что у меня сегодня 37 августа, но все-таки. Начало учебного года как-то отразилось на дорожной обстановке? Вы знаете, у нас на данный момент очень даже спокойная ситуация, стабильная. Никакого всплеска дорожно-транспортных происшествий нет. Но, с другой стороны, нельзя расслабляться. Все-таки дожди у нас по прогнозам, серая, плохая погода. Надо быть очень-очень внимательными. Ну вот то, что касается начала нового учебного года, ну, как я уже сказал, среди участников дорожного движения стало намного больше детей, школьников, которые зачастую, ну, скажем так, не всегда в сопровождении взрослых, а, например, или по пути в школу, или с уроков, должны сами быть внимательны на дорогах. И я заметил, что многие школы в городе, особенно которые около активной проезжей части находятся, оборудованы специальными знаками и какими-то элементами. Расскажите об этом более детально. Вы знаете, конечно, мы к школам более повышены у нас требования в безопасности дорожного движения. Там же все-таки ходят дети. Поэтому, если в районе школы есть пешеходный переход, он всегда оборудован искусственной неровностью. Либо это поднятый пешеходный переход. Мы стараемся инициировать вопросы, чтобы возле каждой школы был светофорный объект. Конечно, не везде это возможно, но мы стараемся внедрять как можно больше таких вот светофоров возле школ. В этом году планируется на улице Чечерской, где с нового микрорайона дети идут в школу в 66-ю. Недавно у нас появился подземный пешеходный переход возле 19-й школы. Тоже ребятам стало намного безопаснее переходить дорогу. Хотя до этого на этом пешеходном переходе, хоть и светофорный там был объект, четырех пешеходных там сбили. В том числе и дети страдали там. Конечно, возле каждого учреждения образования у нас висит знак «Внимание, дети». Для того, чтобы водители были более внимательны, именно здесь может в любой момент появиться ребенок, чтобы они об этом знали. Для того, чтобы еще больше повысить внимание водителей, кроме знака «Разметка школа», знак «Пиктограмма «Внимание, дети». Поэтому я думаю, что все сделано для того, чтобы водитель увидел вовремя, среагировал и вел себя намного внимательнее и осмотрительнее при проезде возле школы. Я думаю, что продолжая детскую дорожную тему, не лишним будет напомнить, о чем же не стоит забывать взрослым. И родителям, и учителям, или даже может быть случайных прохожих, которые оказались где-то недалеко. – Первое, что хотела бы сказать нашим родителям, начался учебный год. Обязательно надо повторить маршрут движения ребенка со школы домой. Если он ходит один, пройдите с ним вместе, объясните. Если в школу можно пройти несколькими путями, то лучше выбирать тот пешеходный переход, который с астофором. Он более безопасный, чем нерегулированный пешеходный переход. Пусть ребенок пройдет немножко дальше, длиннее его будет путь в школу, но он пусть будет безопаснее. Пройти, объяснить, на какие-то акценты обратить внимание, что вот здесь часто ставят машины, тебя здесь не будет видно. Давай лучше иди вот на этот пешеходный переход, только по пешеходному переходу. Ну и, конечно же, контроль. Если вы еще находитесь дома, посмотрите в окно, как пошел ваш ребенок. Пошел ли он на пешеходный переход, если он виден у вас из окна? Или все-таки он решил с другом наискосок перейти, быстренько перепекать, уезжать дорогу? Вовремя посваните ему, если вы видите, что он не туда пошел. Проконтролируйте. Это тоже важно, чтобы ребенок чувствовал, что его каждый день контролируют о том, как он себя ведет на дороге. Ну, вот сегодня на календаре уже вечер 7 сентября, неделя, как осень вступила в свои права. Как, что можете сказать по наблюдениям с точки зрения вашей организации, вашей службы? Ну, сейчас у нас, опять же, повторюсь, пристальное внимание к школам. Ну, вот я имею в виду то, что касается в плане нарушений. Как они? Уменьшились, увеличились, остались на прежнем уровне? Какова динамика? Динамики такой вот, слишком маленький отрезок времени, да, всего лишь неделя. Но можно сказать, мы больше всего смотрим на сколько нарушений, сколько на аварийность, да. То аварийность у нас вот именно на этой неделе, она такая в уровне, можно сказать, к сожалению, без ДТП не обошлось. Но у нас таких тяжелых случаев не зафиксировано. Динамики роста, к счастью, не наблюдаются. А вот кто зачастую виноват, пешеходы или водители? Вот если разбирать детально, какие-то самые такие вот громкие происшествия. Вы знаете, в большинстве случаев, конечно, водители. Даже если брать вот детей, да, мы сейчас говорим о детском травматизме, то если прослеживать динамику, статистику, да, за последние 10 лет, наши дети стали намного более ответственны. Они именно по дорожно-транспортных происшествиям, которым виноваты дети, с каждым годом все меньше, меньше и меньше. И именно за счет этого у нас наблюдается снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Но, к сожалению, водители до сих пор пренебрегают правильное дорожное движение. Очень часто у нас дети страдают, будучи пассажирами, потому что родители не обеспечили безопасность ребенка в автомобиле. Банально не купили ребенка детское автокресло, либо бустер. Вы планируете семью, да, у вас планируется ребенок. Вы думаете о том, как купить ему коляску, чтобы была кроватка. Также мы должны сразу думать, если у вас есть автомобиль, у вас, естественно, должна быть автолюлька. Если вы собираетесь, ребенка, да, с своего дома забирают же на автомобиль, если на вашем личном автомобиле, значит, уже там должна быть люлька сразу же. А не думать, а давайте я тут полгода, а мне только два раза перевезти ребенка, а может быть я вот тут буквально два метра. Не бывает такого буквально. Все-таки наклейки, символизирующие, символизирующие о том, что в машине ребенок, в машине малыш, я смотрю, на большинстве автомобилей они присутствуют. Ну, дело в том, что можно наклеить эту наклейку, и при этом ребенок будет стоять на заднем сидении, между пассажирскими держась. И что? Толку от этого? Я надеюсь, что нас смотрят родители и молодые в том числе, и ваши советы будут услышаны. Но все-таки тема нашего эфира сегодня безопасность на дорогах, и это самая безопасность и удача зависит от каждого из нас. Вы знаете, однажды каждый водитель был такой случай, когда садится за руль свой первый раз. Ну и, естественно, самостоятельно тоже едет первый раз. О том, кто сегодня учится в автошколах, какие методики в обучении применяются и насколько подготовленными выходят из автошкол автомобилисты об этом. Поговорим сразу после небольшой паузы. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Добрый вечер, Гомель». Напомню, наша сегодняшняя тема «Удача на дорогах», поэтому звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашему разговору, мы в прямом эфире. Ну и не забывайте о том, что наш вайбер готов и уже начал принимать ваши послания. Номер нашего вайбера также располагается на экране вашего телевизора. Ну а к нашему разговору присоединяется руководитель автошколы ОАО «Гомель Обл Автотранс» Александр Анатольевич Гореликов. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. С начала нового учебного года вас присаживайтесь. Или учебный год у вас длится... Круглый год. Круглый год. Несмотря на то, что... Без перерывов, абсолютно. Лето, какие-то дачные дела, у вас своя программа, которая... Да, каникулы у нас в автошколе не бывает, и постоянно проходит процесс обучения новых водителей, которые выезжают на дороги нашего города, области, республики. Но вот скажите, много ли сегодня желающих сесть за руль автомобиля? На самом деле количество желающих неуклонно пополняется, потому что подрастает молодое поколение. Без автомобиля сейчас мы не мыслим свою жизнь, и поэтому, конечно же, постоянно приходят новые-новые курсанты, которых приходится обучать навыкам вождения автомобиля. Но весь этот процесс все равно завязан непосредственно с демографией, и понятно, что с 95-го года коэффициент рождаемости до 2004 года неуклонно уменьшался, поэтому, естественно, количество молодых ребят в настоящее время уменьшилось. Но это положительно сказалось, скажем так, на учебном процессе, потому что конкуренция между автошколами повысилась. Теперь молодые ребята выбирают автошколу непосредственно по их качествам, обучению, и идут целенаправленно в ту автошколу, которая действительно готовит водителей, которые умеют в дальнейшем превращать свои навыки на дорогах. Возьмем, в частности, автошколу, которую вы представляете. Есть у меня информация, что вы за основу и за образец берете опыт некоторых европейских, в частности, германских автошкол. На самом деле мы смотрим все новинки, которые используются при обучении учеников в автошколах. Зачастую эти новинки действительно позволяют более качественно проводить подготовку. Если обратиться к германскому опыту, там обучение в практическом вождении начинается не на автодроме, а непосредственно сразу же в городских условиях, непосредственно в той реальной обстановке, которая окружает водителя с первого, скажем так, его вождения. Конечно, у нас более льготные условия. Мы сначала готовим на автодроме, тренируем, рассказываем. Ну вот я хотел спросить, как это так, без автодрома и сразу на улице большого города? Ну там, конечно же, не на улице большого города. Выбирают в Германии те участки, где малая интенсивность движения, и начинают, естественно, с навыков парковки. То же самое, как и происходит у нас на автодромах. И постепенно-постепенно совершенствуют навыки будущих водителей. У нас же автодром является неотъемлемой частью программы обучения. Но, однако, я просто вспоминаю свой опыт, когда я первый раз пришел в автошколу, не имея абсолютно навыков вождения, и на втором занятии я уже выехал в город. То есть у меня у самого были огромные глаза, и спина была мокрая, но инструктор увидел и психологически стал тренировать уже... Инструктор распырить не станет. Конечно. Сразу же выехали, скажем так, на дороги города. Вопрос, может быть, ответ на мой следующий вопрос очевиден, но все-таки, кого сегодня больше в автошколах, парней или девушек? Если обратиться к статистике, то девушек больше на 10-12%, но, опять же, это характерно общему количеству. Если взять по годам, когда приходят, ну, например, в основном на студенты, то приблизительно это одинаковое количество, 50 на 50. Но добавляют количество женщин именно те, которые по какой-то причине ранее не смогли отучиться в автошколе, потому что зачастую ребята, сразу же, как достигают 18-летия, практически все идут за водительским удостоверением. И те годы, которые вот прошли, все уже молодые ребята уже практически с правами. Поэтому вот эта разница в 10-12% и является тем, что пришли девушки, которые по тем или иным причинам сразу же при достижении совершеннолетия не смогли отучиться в автошколе. Вот вопрос, наверное, Ольга и к вам, и к вам вот по вашим наблюдениям. А кто, скажем так, более, ну, даже, наверное, не добропорядочный, а, ну, больше соблюденный, кто больше старается сделать все возможное, зависящее от него, чтобы присутствовала удача на дорогах? Парни или девчонки? Мужчины-водители или женщины? Ну, вообще, если взять, что такое удача на дорогах, она складывается всего лишь из двух составляющих. Первое — это знания, второе — это навыки. Навыки. То есть знания правил дорожного движения, а вторая составляющая — это навыки управления транспортным средством. Потому что понятно, что знание правил дорожного движения, оно позволяет читать дорожную обстановку и вовремя предотвращать те или иные моменты, которые возникают непосредственно при вождении автомобиля. Так, например, если движемся на дороге, видим знак «опасный поворот», то, естественно, водитель, который непосредственно знает правила дорожного движения, знает дорожные знаки, естественно, сбросит скорость и осторожно войдет в этот поворот. Кто его не знает, естественно, окажется в кувете и будет говорить, что удача отвернулась от меня и не помогут даже им пунктам автомобиля. И не помогут абсолютно, конечно. Ольга, по вашим наблюдениям, все-таки вы же, наверное, тоже смотрите динамику, кто как сдает экзамены уже непосредственно у вас. Ну, вы знаете, мне кажется, может, у меня взгляд немножко такой, можно сказать, я все-таки девушка, да, буду отстаивать женскую часть населения. Мне кажется, девушки, они в любом, в учебе намного прилежнее. А это же тоже обучение идет. И мне кажется, девушки как-то приходят более сознательно, они, с другой стороны, присутствует волнение. Девушки сдают тоже очень хорошо на уровне с мужчинами, но довольно часто девушки получают водительское удостоверение и, как говорится, ложат его на полочку. Потом работают только у мужа трезвым водителем, как говорится. Но вы же сами тоже за рулем автомобиля, если не ошибаюсь. Сколько лет, сколько стаж у вас? Ой, сейчас так и трудно посчитать. Я еще получила водительское удостоверение в школе, и в нем еще было написано, что действительно с 18 лет, потому что на тот момент мне было 16. Вот так что... Понятно, ваша точка зрения, будете защищать женщин за рулем. Ну, ладно. Виртуальное вождение или реальное? Вы уже сказали, что вам симпатичен германский опыт, когда сразу... Но все-таки существуют тренажеры, которые помогают создать условия практически, как и на улице, и любые предлагаемые обстоятельства. Вы за или против таких тренажеров? На самом деле, любые тренинги, они идут только на пользу. И, конечно, любые тренажеры, которые позволяют оттачивать навыки вождения, управления транспортным средством, естественно, приветствуются и должны использоваться в полной мере при подготовке будущих водителей. Но реальность не заменит никогда симуляторы. И, естественно, то, что непосредственно будет в реальной жизни и не окружать водителя на дороге, вот к этому надо, в первую очередь, относиться с более серьезностью. Потому что на симуляторе ты не вписался в поворот и врезался в дерево, и тебе ничего не будет. А вот реальная жизнь... И можно повторить. И можно повторить. К сожалению, в реальной жизни это очень опасно и лучше не испытывать судьбу. На ваш взгляд, какое время, какой период наиболее оптимален для того, чтобы пойти в автошколу? Вы знаете, мы постоянно проводим тестирование наших участников и спрашиваем их мнение, когда бы они желали учиться в автошколе и действительно, когда считают они это необходимым. В большинстве своем в ответах наших курсантах звучит либо лето, либо весна-осень. Но, к сожалению, зимний период абсолютно никто не учитывает и, наверное, даже боятся. А что вы посоветуете насчет того же зимнего периода? Хотя, конечно, в первую очередь, на мой взгляд, гораздо лучше пойти учиться тогда, когда практическое вождение у вас будет зимой. Потому что вы при обучении в автошколе получите тот бесценный опыт зимнего вождения, которое вы потом самостоятельно будете с трудом его постигать. Поэтому не надо бояться зимы, надо приходить учиться зимой и сразу же получать навыки и вождения автомобиля, и зимнего вождения. Ваши школы располагаются не только в городе, но и, насколько мне известно, целая сеть по Гомельской области. Все ли классы, все ли школы укомплектованы одинаково, дабы ваши курсанты и те, кто приходит учиться, получали, скажем, равный комплект знаний? Абсолютно. Абсолютно равные. Везде стоят идентичные программы обучающие, везде стоят компьютерные классы, транспортные средства унифицированные практически одной линейки. У нас филиалы есть и в Ветке, есть и в Лоеве, и в Речице, и в Мозыре, и в Ельске, и в Житковичах. Вот вы упомянули про автомобили. Вы знаете, все-таки разделяются на два мнения. Те, кто идут учиться в автошколу, и одни говорят, вот, если научишься управлять отечественным автомобилем, например, Жигули, то можешь управлять тогда абсолютно любым видом транспорта. Вторая категория говорит, что пойду учиться туда, где школа укомплектована иномарками. Вы какой версии придерживаетесь? На каких же автомобилях лучше учиться? Лучше учиться на том автомобиле, на котором вы впоследствии примерно той марки будете управлять, дабы потом просто-напросто не переучиваться. Если у вас в семье непосредственно есть средний класс автомобиль, то, конечно, в автошколе надо выбирать автомобиль среднего класса. Если малолитражка, то малолитражка. Естественно, джипов в автошколах не бывает, но это тогда самые максимальные по габаритам транспортные средства. Когда мы распределяем курсантов по мастерам, я всегда захожу в класс и уточняю их мнение, на чем бы они хотели учиться, и подбираем именно тот автомобиль, который они впоследствии будут эксплуатировать. Вы знаете, вопрос к вам, мои гости, и к вам, Ольга, и к вам. Всем ли дано управлять автомобилем? Как вы считаете? Вы знаете, бывают случаи, и говорят, конечно, что и медведям можно научить кататься на велосипеде. Но, к сожалению, не всех, наверное, медведей можно научиться кататься. Выбирают наиболее одаренных. Точно так же и с водителями не все могут быть водителями, а тем более хорошими. Поэтому, к сожалению, у нас при приеме в автошколы отсутствует психологический тест, который, я считаю, обязательно должен быть, потому что потом нам приходится очень много времени работать с курсантами, которых нет предрасположенности к вождению автомобиля. Но медики констатируют, что они абсолютно здоровы и вполне имеют допуск к управлению транспортным средством. И никак не запретишь, собственно говоря. Абсолютно не запретишь. И поэтому наши мастера, помимо всего прочего, еще работают и психологами. Потому что каждому курсанту, который приходит, он кто-то зажат, кто-то излишне эмоционален. Поэтому необходимо найти тот подход, тот ключик, чтобы курсант раскрылся как водитель будущий. Вот об этом и не только далее поговорим в нашей программе. А также узнаем, как справиться со стрессовой ситуацией, к примеру, новичку, и как бороться с таким, увы, распространенным явлением на дорогах, как автохамство. А кроме этого попытаемся выяснить, когда же наступит перемирие между кланами автомобилистов и мотоциклистов. Ну и, безусловно, будем разбираться в тонкости, как же выбрать новую машину в автосалоне. Так, из чего же складывается удача на дорогах? Это вопрос вечера, сегодняшнего доброго вечера на телеканале «Беларусь-4». Звоните к нам в студию 34 22 43. Ну а я тем временем спешу обратить внимание на ваше сообщение в Вайбер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, на многих участках, городских улицах и перекрестках практически отсутствует разметка. Скоро зима. Контролирует ли как-то ГАИ данный вопрос? Такое сообщение прислал нам зритель Андрей. Что ответить, Ольга? Конечно, мы проводим работу в этом направлении. Опять, к сожалению, возвращаясь к школьной тематике, к 1 сентября именно вблизи школ мы наносили эту разметку, обновляли полностью. Возле каждой школы в области она обновлена специально к 1 сентября. Сейчас, к сожалению, погодные условия не позволяют ее наносить. Именно осенью важна разметка. Конечно же, она будет наноситься до зимнего периода. Спасибо. Дальше перехожу к вопросам. Счастливого пути вам и вашим пассажиркам. Явно сообщение пришло от кого-то из наших телезрительниц. Привет вам. Вежливые водители приносят удачу на дорогах. Ну, с этим спорить никто не станет. С самой обаятельной сотрудницей ГАИ. Привет, Ольга. Я так подозреваю, это вам. Соблюдайте правила дорожного движения и удача вам улыбнется. Тоже верно. Андрей Анатольевич, вам вопрос. Как можно записаться к вам в автошколу? Вопрос от Ани. Все очень просто. Либо прийти непосредственно в автошколу в офис. По адресу Реческий проспект 7А. Либо позвонить по телефону 217-257, либо мобильный 44-код 775-71-30. Спасибо вам большое. Я напомню, что наш вайбер открыт для ваших вопросов. Так что присоединяйтесь. Ну, а мы продолжаем нашу программу. И вы знаете, однажды каждый, кто закончил автошколу, впервые выезжает на дорогу самостоятельно. Безусловно, для многих, как мы уже выяснили, это большущий-большущий стресс. Друзья, я хочу пригласить к нашему разговору практикующего психолога и психотерапевта Романа Плоунова. Роман, здравствуйте. Проходите к нам в студию, присаживайтесь. Спасибо, что заглянули к нам на огонек. Роман, так, в вашей практике насколько часто обращаются и новички, автолюбители, и водители со стажем для того, чтобы, ну, психологически преодолеть тот или иной автомобильный барьер психологически. Ну, вообще, наверное, не часто. Не часто, наверное, люди как-то так привыкли с этим справляться как-то по-своему. Ну, благо, что есть много какой-то информации там в интернете, много какого-то видео, как что делать. И вот, я, кстати, недавно просматривал, и, в принципе, такие, ну, вполне себе советы, ну, которые помогают. Вот. Ну, скорее, там, там, то, что были у меня каких-то пару случаев, где у людей, правда, там возникало много тревоги, когда они управляют транспортным средством, ну, то есть за рулем как-то находятся. Вот что-то мне подсказывает, что пара случаев, это только, например, которые вам известны. Но на самом деле, вот, много выпускников в автошколах, и практически у каждого возникает страх перед первым выездом самостоятельным. Что вы, как профессионал в этой сфере, в сфере психотерапии, можете подсказать, порекомендовать? Как себя настроить? Как себя настроить? Ну, не знаю, первое, что приходит на ум, это вот не пытаться съесть слона целиком. Ну, то есть пробовать по кусочкам, ну, что я имею в виду. Ну, это правда, там, вот, там, человек, если там ни разу без инструктора не ездил, там, вот, прям, там, посредине дня, в час пик, сесть там за руль и поехал. Вот. Я бы этого не рекомендовал бы делать, а, ну, начинать, ну, с чего-то малого, там, где-то поедет за городом, или, может, там, вечером выехать. Или, правда, там, посадить там рядом какого-то опытного водителя, чтобы он просто там посмотрел. И так потихоньку-потихоньку начинать. Ну, скорее, не пытаться для себя, ну, тем более, это связано с какой-то культурой вот нашей сейчас, вот это выше, быстрее, дальше, и многие выходят, что вот прям вот я сейчас, ну, там, чуть ли не с пеленок, у меня там, я должен там сразу там каким-то опытным, чуть ли не водителем стать. Ну, что, правда, понять для себя, что это, ну, происходит со временем, и все учились. Ну, еще от многих можно услышать, что, мол, ненавижу, когда впереди меня на светофоре стоп-огни. Ненавижу. Ну, когда впереди стоит еще один автомобиль, и когда загорается зеленый свет, то тот автомобиль не вовремя уезжает, и водитель, который сзади, он начинает немножко нервничать. То, что вот есть и такая ситуация. Да, правда, есть. Вы знаете, еще один острый угол в дорожных отношениях, который мы никак не можем обойти сегодня стороной, это автохамство. И вот как с ним не ведется борьба, но то и дело можно и в криминальных сводках, и вообще и в том же интернете то и дело увидеть, что тот или иной случай, ну, постоянно появляются. Ольга, на ваш взгляд, с точки зрения сотрудника госавтоинспекции, откуда и почему у нас существует это явление? Ну, мне кажется, дело в том, что у нас очень много автомобилей, очень много транспорта, и, к сожалению, каждому автомобилю мы сотрудника ГАИ не поставим. На каждый перекресток нет у нас таких возможностей. Присутствие сотрудника ГАИ, конечно, всегда всех дисциплинирует. И когда люди думают о том, что вот сейчас я тут быстренько проскачу, подрежу, ведь этого все равно никто не заметит, не увидит, а почему бы и нет. Вот я тут немножко нарушу. Один раз он так нарушает, второй раз где-то проскочил. А потом у него это прям входит в манеру езды, в такой агрессивный вид, к сожалению. Ну, нам люди очень, у нас сейчас очень активная общественность, у многих видеорегистраторы, если у них на видеорегистратор попадает нарушение правил дорожного движения, они это выкладывают в интернет, нам присылают на электронный адрес. Наши сотрудники госавтоинспекции работают с этими материалами, вызывают этих водителей в госавтоинспекцию, привлекают к ответственности. И в следующий раз, когда он пытается проехать через двойную сплошную, вроде и милиционера рядом нету, но он уже задумается, а вдруг там позади меня едет водитель с регистратором. И это дисциплинирует. То есть это действует? Это действует. То, что наши неравнодушные граждане присылают это видео, и мы по нему работаем, это действует. Роман, что вы посоветуете? Как быть в отношении с теми же автохамами? Как с ними себя вести? Потому что, ну, на самом деле, это может доставить крайний дискомфорт в психологическом плане. Ну, да, правда, может. Но я скорее вот думаю про то, что, ну, вот это выражение автохамства. Ну, то есть если я еду, там, меня кто-то подрезал, там, ну, или еще что-то произошло, кто-то резко остановился там или посигналил. Ну, что правда, ну, я думаю, не стоит спешить и думать, что, ну, вот, это вот хам какой-то поехал, там, или еще кто-то. Ну, что правда, человек может там спешить, или, ну, что-то такое происходит у него. Ну, это не значит, что вот он именно там водителю, вот, ну, как-то вот что-то хотел там сделать какое-то плохое. Ну, что правда, люди там бывают разные ситуации. Ну, и это для себя понимать как-то, ну, что не факт, что хам, а просто, ну, какая-то может там ситуация просто сложиться. То есть все-таки в любой ситуации стараться думать о людях хорошо? Ну, не то, что хорошо, ну, не стараться быстро думать там, ну, то есть там, ну, что вот, это вот как-то вот все, это, ну, как бы, это вот мне что-то хотел там какое-то плохое сделать. — Ольга, скажите, а автохамство как-то наказуемо? — Наказуемо, если человек нарушил правила дорожного движения, тогда мы привлекаем его к ответственности. И у нас есть либо видеозапись, либо сам сотрудник господинспекции зафиксировал это правонарушение. Вот, все остальные случаи, это на совести самого такого водителя. Но я хочу сказать в оправдании всех водителей, можно так сказать, мне кажется, с каждым годом у нас культура вождения все выше и выше. Чаще стали пропускать, уступать дорогу, тем более вот у нас очень узкие улицы, та же советская, да, очень много общественного транспорта и много левых поворотов. Часто приходится перестраиваться, да, где-то ты попал в правую, а тут автобус, тебе надо в левую перестроиться. И уступают люди. Сегодня вот я на своем примере стала за автобусом, и я еще даже не подумала, как это мне перестроиться в левый ряд, а уже автомобиль в левом ряду остановился и моргает, не пропускает. Это сплошь и рядом, и это здорово. И, конечно же, потом аварийка, и я поблагодарила этого водителя. Александр Анатольевич, в автошколах курсантов готовят к тому, что, скажем так, дорога управления автомобилем, это не только моменты радости и какого-то своеобразного кайфа от того, что вот я сам управляю автомобилем, наконец-то я это сделал. Но это еще в какой-то степени стресс, с которым нужно и важно справляться. Конечно. И, коль уже продолжить тему автохамства, огромное значение является от того, как в автошколе заложат основы культуры именно вождения этому курсанту. Существует дисциплина, и в нашей автошколе девиз «учим безопасному движению». То есть помимо того, что оттачивать навыки вождения, то есть и перевиваем еще культуру вождения. Все мы были курсантами и знаем, что, когда подъезжая к перекрестку, не дай бог, заглох, другие нетерпеливые водители начинают сигналить, забывая о том, что сами были такими же курсантами и попадали точно в такие же ситуации. Поэтому всегда надо примерять любые действия на себя, вспоминать то, что было. И та культура, которая закладывается непосредственно в автошколе, это то же самое, как ребенок идет с родителями через пешеходный переход, либо перебегает в неположенном месте. Он точно так же учится, глядя на другие примеры, точно так же и в автошколе. Если он видит, что мастер непосредственно учит ему правильно выбирать скорость, находиться на дороге, вежливо относиться к другим участникам дорожного движения, так же он и в дальнейшем будет поступать. Спасибо за ваш ответ. Дальше мы продолжим эту тему. Вы знаете, еще одно противостояние, которое наблюдается не год, не два, а, наверное, столько, сколько существуют эти два вида транспорта, мотоциклы и автомобили. Дальше мы продолжим. С 7 до 19. Дети идут в школу, а машины едут в наглую. Как быть и обезопасить жизнь детей? От Люси пришел этот вопрос. Спасибо. Что происходит у нас около 41-го школы? Около 41-го школы, она находится в частном секторе, на Белевском районе. Дело в том, что, да, конечно же, там поработают сотрудники госавтоинспекции во время, перед началом учебы, но я уверена, что 90% случаев там едут те водители, которые детей везут в школу. И, опять же, вот эта культура вождения, своего ребенка я довезу до школы и совершенно не думает о том, как же будут другие дети, которые идут пешком, безопасно добираться в школу. Хотя к этой же школе можно подъехать к другой стороне. Поэтому я думаю, что именно необходимо включить здесь административный ресурс, госавтоинспекции и навести порядок. Может быть, как-то усилить пешечное внимание. Спасибо большое за то, что обратили на эту ситуацию наше внимание. Ну и еще один вопрос, который не могу не зачитать. Боюсь ездить в машине на переднем сиденье. Даже не знаю, что с этим связано. Муж смеется. Сообщение от Елены. Роман, я так понимаю, напрямую это сообщение адресовано вам с просьбой. Подскажите же, что же делать в такой ситуации? Что делать? Ну вот, какие-то такие тенденции, ну там совсем бороться. У меня стресс, и я с ним буду бороться. У меня страх, и я тоже буду с ним напрягаясь все больше и больше бороться. Ну правда, стресс, это нормально всегда будет. И страх он будет тоже. Ну ощущение страха, это когда вы едете на автомобиле или едете на большой скорости. Чувство страха, которое возникает, это нормально. Ну то есть, в том плане, ну что с этим делать? Ну то есть, ну как для себя понять. Ну пересесть на заднее сиденье можно. Ну да, можно на заднее сиденье, или как для себя понять, ну то есть, а для чего мне надо на переднем сиденье сидеть? Ну для чего мне это важно? Ну и как-то там, я не знаю, с мужем поговорить, может он какую-то поддержку сможет оказать. Ну правда, попробовать там, если с кем-то поговорить о своих каких-то переживаниях, то какой-то накал их снижается, это может помочь. Спасибо большое за совет. Ну а я к нашему разговору хочу пригласить еще одного нашего гостя. У нас в гостях заместитель руководителя Гомельского мото-клуба «Железные братья» Геннадий Шелкунов. Давайте его встречать. Геннадий, здравствуйте. Добрый вечер. Как по такому дождю доехали к нам нормально? Мотоцикл видит себя в дорожных условиях-то, в нелегких. Дорожные условия не благоприятствуют поездкам сегодня, потому что мокрый асфальт – это большая вероятность заноса бокового приторможения. Ну, перефразируя известную фразу, мотоциклы никогда не боятся. Можно сказать и так. Мотосезон заканчивается. Кстати, когда закрытие официальное? Сейчас документы в стадии согласования. Все проходит. Разработка программы идет. Официально планируем провести закрытие 23 сентября. Уже что-то подготовили поклонникам мотоциклов, мотодвижения и всем, кто имеет отношение к «Железным братьям»? Ну, планируется проведение концертного концерта. Ну, естественно, выставка мототехники в таком плане. На День города планируем то же самое провести на набережную выставку. Ну вот, 2000 сезон, 2017 мотосезон подходит к своему завершению. Вот в нескольких фразах. Чем запомнился? Что интересного происходило? Что можете отметить в своем календаре событий? Ну, этот год был более немного насыщенным. У нас благопотворительность. Мероприятия, которые мы проводили в домах-интернатах, детских домах и так далее, и тому подобное. Посещали хоспис, неизлечимо больных детей. В целом, мотосезон прошел в обычном режиме. Ничего экстравагантного не произошло. Ну, вы знаете, о том, какую активную социальную деятельность ведет ваш мотоклуб, все мы прекрасно знаем и даже гордимся вами. Но сегодня у нас тема разговора «Удачи на дорогах». Вот не мной придумано, что, ну, как бы и не мной замечено, что все-таки мотоциклисты, они по природе своей как-то немного агрессивнее ведут себя на дорогах, чем, например, автомобилисты. И вот из-за этого тоже не мной замечено, что вот какое-то недопонимание или дележка той же самой проезжей части идет между мотоциклистами и автомобилистами. На ваш взгляд, почему так происходит? Ну, агрессия мотоциклистов, это, я считаю, заблуждение большинства участников движения дорожного. Мотоциклисты такие же люди, как и все. Агрессия присуща всем. Кто-то умеет ее сдержать, кто-то нет, не дано это. Скорее всего, возникают вопросы, потому что, например, мотоцикл по своей динамике разгона обладает большими параметрами. То есть я могу на своем мотоцикле быстрее стартануть, нежели другой на машине. Ну, вот это, скорее всего, немного так раздражает иных участников дорожного движения. Почему? Потому что водитель еще не успеет первую передачу включить, а мотоцикл уже далеко впереди. Не более. Агрессия, как таковая, не присуща никакому байкеру. Все мы, участники движения, такие же люди, как и все. Ну, вот то, что касается, кстати, забыл еще вас спросить, перед тем, как задать следующий вопрос. За этот год количество людей на мотоциклах увеличилось, вот даже в вашем клубе? Ну, да. Были приняты новые члены в нашем клубе в этом году. И из своего опыта могу сказать, что, замечая на дороге, в этом году больше двухколесного транспорта, нежели раньше. Может быть, это бы условно тем, что цены на мототранспорт упали. Переявилось больше мотоциклов на вторичном, так скажем, рынке. Народ как-то переобщается к каким-то движению, стремится. А, кстати, то, что касается вот по автошколам, много увеличилось ли количество желающих сесть именно за руль мотоцикла? Ну, во-первых, внесены изменения в получении водительского удостоверения. Насколько я знаю, они стали строже. Более строже, и они не окончательны. Анонсировала госавтоинспекция опять усиление контроля непосредственно при приеме практического экзаменов. И до конца года должны быть внесены соответствующие изменения. Ранее на категорию А можно было без обучения в порядке самоподготовки заявляться и получать ее. Сейчас на категорию А необходимо обязательно обучение. Поэтому, ну, наверное, это и правильно, потому что более скоростные и более тяжелые мотоциклы, для управления их надо иметь определенные навыки, а для этого пройти обязательно курс обучения. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер для всем в студии. Я вот хотел бы, чтобы вы пригласили когда-нибудь сотрудников ГАИ, ну и вашим гостям. Хотелось бы, чтобы поднимались вопросы по поводу зеленой волны по нашим улицам, потому что на некоторых улицах невозможно проехать, останавливаться на каждом светофоре. А вы знаете, сколько это проблем поднимать? Это экология. Мы стоим, садим в воздух. Просто так. Из-за двигателей время, в том числе и аварии, потому что кто-то затормозил, кто-то сзади ударил. И никто не занимается, хотя у нас сейчас есть и программист. И денег там много не надо, чтобы зеленую волну эту сделать. Спасибо большое за ваш звонок. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут. И на проспекте космонавтов. Все. А вот даже не узнали таинственного нашего гостя. Это Андрей Бартгевич. Спасибо вам большое за звонок. Ваш звонок принят, услышан. Как быть в такой ситуации? Ну, у нас в городе начиналось все с улицы Советской, да. Зеленая волна. Есть у нас волна и по проспекту космонавтов, и по проспекту Речицкий. Там последний, вот с июля месяца стала работать зеленая волна. Мы не стоим на месте, мы работаем и, конечно же, внедряем зеленую волну на наших улицах. То есть работа в этом направлении будет продолжена. То есть совсем скоро мы это сможем увидеть своими глазами и ощутить, все, кто причастен к дорожному движению. Но все-таки у нас сегодня тема удачи на дорогах. И коль мы уже затронули и тут и тему и автокамства, и, скажем так, какие-то в некоторой степени раздражительные факторы между мотоциклистами и автомобилистами. Скажите, вот в мотоклубе «Железные братья» ведется ли работа, скажем так, по снижению этих агрессивных моментов и по увеличению культуры на дорогах любых, между любыми участниками дорожного движения? Вы поймите, члены мотоклуба «Железные братья» — это не 16-летние мальчики. Это вполне состоявшиеся люди, которые имеют хороший стаж вождения водительского, люди, которым не надо ничего доказывать. Я такой, какой я есть. И кому-то выявлять, доказывать, что он не прав на дороге, зачем мне это надо? Ну, хорошо. Но то, что касается мотоциклистов, вот почему мы пригласили сегодня вас, и вопрос, который, возможно, вы дадите мне на него ответ. Вот недалеко от нас располагается улица Советская, и с завидной чистотой можно увидеть загадочных персонажей на мотоциклах, которые с огромным ревом проезжают на одном колесе. Соответственно, вызывают негодование как у пешеходов, так и у остальных участников дорожного движения. Как с ними быть? Может, поймать и провести профилактическую беседу? Ну, это, наверное, со временем и с возрастом у него пройдет. Таких людей и я не понимаю, потому что смысла нет. По Советской улице у нас зеленая волна, если едешь в 60-е, проскакиваешь. Если раньше брать дозу при этом посещения нам байкерами в площади Урастания, мы там собирались постоянно, каждый вечер, общались между собой, узнавали, приезжал кто-то новый, знакомились, видели таких неадекватов, пытались беседовать с ними. Разумеет каким-то образом. Сейчас мы такой возможности не имеем, поскольку нам запретили въезд на площадь Урастания. И получается уже, кто где, если, я говорю, раньше было сообщество, единое что-то, то сейчас другое потом перенесли на заправку, там собираться начали. ГАИ опять запретило нам там собираться под угрозой смертной казни. Поэтому ничего не остается делать. Мы не можем даже следить, кто что, как появился. Ну и еще раз добавлю, в мототехнике количество увеличивается. И естественно, как и среди водителей неадекватов автомобильного транспорта, так и среди мотоциклов будут такие же неадекваты. Вот здесь все. Они были, есть и будут. Спасибо вам большое за ваши советы, комментарии и интересный рассказ. Безусловно, придем к вам на закрытие мотосезона. Уверен, что это будет яркое зрелище. Итак, друзья, наш эфир продолжается. Не забывайте, что у нас работает Viber и телефон прямого эфира, так что присоединяйтесь к нашей беседе. Ну, а я продолжу наш эфир. Вы знаете, давным-давно известно, что хороший автомобиль – это в первую очередь новый автомобиль. И никто не станет спорить, что удача на дорогах во многом зависит от технического состояния вашего транспортного средства. Вот как выбрать хороший автомобиль и что предлагают гомельские автосалоны, об этом и не только я приглашаю рассказать моего следующего гостя. Специалист по продаже автомобилей ОАО «Гомель-Лада» Владислав Станиславович Борецкий. Здравствуйте, рад вас видеть в нашей студии. Проходите, присаживайтесь. А сегодня, на сегодняшний день, много ли гомельчан, жителей области стремятся прийти в салон и выбрать новый автомобиль? Каждый день приходят люди, за редким исключением, вот когда был сезон отпусков, можно наблюдать такой небольшой спад. Но люди стали интересоваться новыми автомобилями в большей мере. И где-то года два-три назад, когда был спад ценовой рынок автомобильный, новых автомобилей стал доступнее, скажем так, новый автомобиль. И люди стали тянуться за новым автомобилем, оставляя за бортом рынок БУ. Ну вот смотрите, автомобили с салона и те многочисленные разнообразия, которые предлагают рынки, интернет-порталы, которые предлагают БУ автомобили. Вопрос может быть и банальный, но все-таки. Какие преимущества у автосалона? Все-таки можно на рынке БУ найти и подешевле, и по дизайну симпатичнее? Это дело выбора каждого человека, своего друга автомобиля. На самом деле, что приобретает владелец, покупая новый автомобиль? В первую очередь, это уверенность в том, что автомобиль новый, автомобиль технически исправен, автомобиль без пробега. Он является первым владельцем этого транспортного средства. И здесь является такой фактор, что все-таки гарантия на автомобиль существует, купленный в автосалоне. На рынке мы гарантий никаких не имеем. Ну, конечно, право каждого выбирать. Большинство людей сейчас уже приходят к мнению, что за ту же самую сумму средств, например, которые у него скопились, или он намерен приобрести автомобиль, он приходит в автосалон для того, чтобы выбрать для себя автомобиль. Ну, вот смотрите, сегодня мы рассматриваем такие вопросы и для той категории автомобилистов, которые выходят из стен автошколы. Например, новичку, которого только-только закончил автошколу, получил водительское удостоверение, какой все же лучше автомобиль брать? Для, скажем так, тренировки бэушной или уже сразу из салона? Что посоветуете? Конечно, существует масса мнений и возможности самого человека. На самом деле. Если это молодой человек, и, естественно, он получает права на будущее, на перспективу себе, и у него нет возможности приобрести автомобиль. Надо сказать, что средний возраст или уже люди, которые имеют такую возможность, работают, могут получить средства по кредитным программам. Они приходят, и процент такой существует тоже где-то около 10-15% могут прийти автомобиль выбирать люди, которые впервые это делают. То есть свой первый автомобиль. Потому что, опять же, здесь играет роль надежность. Раз, меньше уделять времени, средств и так далее за уходом автомобиля, за автомобилем. И, таким образом, здесь совет может быть один. Слушать свое сердце, как свои чувства, прислушиваться к мнению, ходя в автосалоны, например, прислушиваться к мнению специалиста. Да, да. И делать свой выбор. Вы знаете, уже глядя на, скажем так, известные западные, европейские, американские марки, приходя в салон, потенциальный покупатель уже начинает требовать, может даже по-хорошему капризничать, чем должен быть укомплектован автомобиль, который он хочет. Насколько, скажем так, гомельские автолюбители избалованы и требовательны в этом отношении? Сейчас можно наблюдать, что люди стали действительно требовательны к автомобилям, к тому, как он преподносится, какие услуги предоставляются. И здесь все зависит и от возраста тоже, и от возможности человека. Ну, какой самый минимальный набор хотят получить ваши покупатели вашего салона? Это тоже зависит и от времени года. Когда летом была жара 35 градусов. Все требовали кондиционер. Все требовали кондиционер, конечно. Когда жара уже спала, здесь уже требования могут быть другого характера. Потому что технические автомобили совершенные сейчас и оснащаются современным оборудованием, и системами электронными, и всевозможными мультимедийными системами. Так что здесь уже требования повышаются, можно сказать, с каждым годом. Кто более требовательны, мужчины или женщины? Можно так сказать, у мужчин больше список этих требований, а вот женщины порой пытаются настоять на своем, то есть отстаивать свою точку зрения. Самое необычное на вашей памяти. Можете вспомнить? Конечно. Может быть, розовый салон? Значит, так вам и скажу. Покупая автомобиль, одна женщина, когда увидела его цвет, что ее восхитило и привело в такой восторг, что цвет такой же, как лак на ногтях. Это вот такой пример из жизни можно привести. Ну, это на самом деле видно, насколько человек, покупая новый автомобиль, получает от этого удовольствие и радость. Значит, он ему нравится, его полностью он удовлетворяет. Ну, вот позвольте еще вам задать в какой-то степени провокационный вопрос, но все-таки. Вот автомобили из салона Гомель Лада. Вот у большинства людей, когда они слышат название бренда Лада, ну, какое-то снисходительно скептическое, может быть, по-хорошему, слегка саркастическое отношение. Что скажете в защиту этой марки? В первую очередь можно сказать такое, что автомобили Лада уже производятся более 50 лет. И более старшее поколение... То есть это уже заслуживает уважение, полувековая история у бренда. В свое время лучшие автомобили Лада, ну, на тот момент это были Жигули, да. Никто себе не представлял автомобиля лучшего, понимаете. Был период, действительно, спада именно в производстве автомобилей по качеству автомобилей. Это наблюдалось. Автозавод это знает, свою историю. Однако на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что это одно из самых современных производств на территории Российской Федерации, если мы говорим про автомобили Лада. И это наблюдение можно так сказать, что те, кто никогда не владел автомобилем Лада, у них больше таких вот скептических стереотипов и так далее. Вот такого настроения. Кто когда-нибудь сталкивался и уж тем более владел новым автомобилем Лада, приходят, как правило, за следующим и за следующим. А насколько салон Гомель Лада способен удовлетворить, скажем так, потребности потенциальных своих покупателей? Я о том, что вся ли линейка, которая представлена в классическом варианте Лады, доступна и в вашем автосалоне? Модельный ряд практически весь представлен автомобилей. Это Лада Гранта и Лада Калина, Лада Веста, Лада Икс Рей, Ларгус. Лада 4х4 это известный такой внедорожник. Раньше мы его знаем под названием Нива с 2004 года. Просто поменяли название Лада 4х4. Мало кто знает, что это легендарный автомобиль, который был призером гонок Париж-Дакар на самом деле. И весь модельный ряд может быть за исключением каких-то спортивных, эксклюзивных версий. Но надо сказать, что не часто мы можем видеть желающих на именно спортивные версии автомобилей Лада. Это в большей мере такие единичные случаи. Вот весь модельный ряд можно увидеть и уехать на новом автомобиле. Замечательно. Но вы знаете, мы недаром собрались в этой студии в прямом эфире именно в этот период времени, в начале осени. За любым автомобилем, дабы и от него зависел успех и удача на дорогах, нужен соответствующий уход. Комплекс мероприятий на предстоящую осень-зиму. Что нужно напомнить автомобилистам, владельцам авто, что необходимо сделать со своим автомобилем? В первую очередь это осмотр самого кузова, лакокрасочного покрытия и устранение всевозможных повреждений для того, чтобы в наши солевые ванны, когда мы окунаемся зимой, высыпается очень много реагентов, соли. И для того, чтобы защитить кузов, нужно пересмотреть его и устранить те детали, повреждения, которые есть на автомобиле. То есть это какие-то антикоррозионные мероприятия, может быть. Ну и, наверное, переобуться. Это классический жанр. Естественно. Конечно, зимняя резина. Дело в том, что много лет назад мы помним, что еще не было такого правила, чтобы использовалась зимняя резина на зимние шины на автомобиле. Однако с приходом такого количества автомобилей и разного уровня подготовки автолюбителей, конечно, зимняя резина – это обязательно. Отлично. Вы знаете, продолжал бы эфир еще, но, к сожалению, время не резиновое. В качестве анонса спешу сказать, что уже в конце октября мы вновь поднимем автомобильную тему. Готовится программа на тему День автомобилиста, но это будет в конце октября. Дождаемся этого периода времени. И я уверен, что соберемся, возможно, даже таким же составом и продолжим этот замечательный вечер. В завершении хотелось бы от каждого из вас буквально по небольшому совету, что же нужно сделать для того, чтобы у нас на дорогах каждому участнику дорожного движения сопутствовала удача. Ольга, что посоветуете? Ну, как сотрудник госинспекции, конечно же, с чего я начну? Это соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным на дороге, быть уступчивым на дороге, никогда не спешить. Спешащие никогда не успеют. Успевают те, кто едут медленнее. Александр Анатольевич, вам слово. Я, наверное, повторюсь. Учите правила дорожного движения и соблюдайте их. Ну, и, наверное, выбирайте правильную автошколу. И выбирайте правильную автошколу. Владислав Станиславович, что вы скажете? Что нужно для того, чтобы... Хочется пожелать всем удачи действительно на дорогах. Она зависит от многих факторов. В первую очередь обратить вопросы к себе, когда ты управляешь автомобилем, чтобы свои нервные срывы и свое плохое настроение не отражать на других. Не всегда это получается, но, во всяком случае, нужно к этому стремиться. Я благодарю вас за участие в нашей программе этим вечером. Я благодарю всех гостей, которые сегодня и звонили к нам в студию, и писали к нам в Viber, и приходили к нам на прямой эфир. Друзья, на этом наша программа завершается, но завтра будет новый вечер, он, безусловно, будет добрый. Кроме этого, ищите нас в соцсетях, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и оставляйте ваши сообщения, о чем бы вы еще хотели поговорить. Добрым вечером на телеканале Беларусь 4 на сегодня. Все, удачи вам, пока. Субтитры подогнал «Симон»